всем привет я дима а это господин ли гонки председатель концерна samsung и он очень недоволен какой-то негодник выпустил мод gta 5 в котором заменил взрывчатку на смартфон samsung galaxy note 7 ну потому что они взрываются в общем видео по требованию компании удалили с youtube но у нас она еще есть и это не все новости на сегодня так что оставайтесь со мной и узнаете зачем японцам виртуальная школьница почему в музей мадам тюсо стала часто приезжать скорая и почему шведские велосипедисты ездят с пакетом на голове в мире наконец-то появится шлем дополненной реальности для велосипедистов он не только защищает голову но и дает полезные советы создали новинку британские ученые шлем под названием зе оптик хелмет по своему функционалу чем-то похож на microsoft гололинс только он более прочный сделан для безопасной езды на велике ученые так и сказали что на создание устройства их вдохновили чайники а со шлемом ситуацию легко исправить он показывает дорогу как навигатор еще записывает видео вашего маршрута а также принимает звонки и смс со смартфоном также шлем способен прогнозировать аварийные ситуации на дороге сколько будет стоить такой помощник на голове неизвестно его пока тестируют а тем временем шведы предлагают вариант попроще шлем пакет он автоматически выпрыгивает из воротника в момент падения выглядит странно но уже продается и стоит 400 долларов что для надувного мешка на мой взгляд многовато так что наверное уж лучше подождать тот шлем с дополненной реальностью и кстати про microsoft разработчики этой компании тоже не сидят на месте надувных шлемов они конечно не делают зато придумали как потрогать виртуальную реальность и так встречайте это неведомое нечто называется нормал тач и текста тач это контроллеры которые отслеживают и захватывают движение в зависимости от поверхностей и объектов с которыми вы взаимодействуете в виртуальном мире как только вы натыкаетесь на какой-нибудь предмет джойстик имитирует его форму также он создает отдачу благодаря которой вы не можете его проткнуть особенно хорошо контроллеры передают всякие выпуклости и впуклости мне кажется я даже знаю что теперь будут трогать геймеры когда эти виртуальные щупы появятся в продаже японцы видимо в курсе таких новинок поэтому тоже решили создать трогательный объект весь мир сейчас обсуждает виртуальную школьницу которую не отличить от реальной ее зовут сая и это не девушка это компьютерный персонаж посмотрите внимательно она действительно выглядит как настоящая это детище компьютерных дизайнеров тераюки и юки шикава это семейная пара поэтому саю они считают своей дочкой у нее даже есть twitter на котором они общаются с ее вымышленными друзьями саю сейчас дорабатывают вместе со специалистами по робототехнике даже страшно подумать для каких целей создано это существо еще немного про японцев и их странности компания gilet приготовила вир подарок клиентам из страны восходящего солнца теперь от лишних волос на теле избавляет мужчин сексуальная девушка это саяко томару и она модель певица актриса и просто няша а теперь еще и бреет всех желающих правда нереально а виртуально испытать услуги барбера на себе мужчинам довелось в фирменном магазине жилет японии на добровольцев надевали шлем тем временем консультант компании начинал брить клиентов и ему казалось что волосы с лица удаляет сама саяку каково же было разочарование когда сняв шлем побритый видел перед собой мужика впрочем несмотря на шутку идея рекламы и бритва всем понравилось но думаю самому шлеме бриться не стоит иначе будет вот так и еще немного ужасов крови и насилия sony playstation решила довести своих поклонников дэйн паркта а поможет в этом сразу две новых игры первое это сиквел одноименной игры until down виртуальной реальности для тех кто не любит бродить по темным комнатам в ожидании ужаса игра понравится точно потому что это шутер подвижный и незанудный да и чудовище в нем готовы наброситься из-за каждого угла не раз в час а почти каждую секунду игра уже доступна и готова пугать вас сколько захочется ну а вторая будет пострашнее потому что сделано якобы по реальным событиям но ее надо подождать до начала 2017 года вы окажетесь в доме где главная цель спастись вот от этой красотки если вам не страшно даже после такого покупайте билет нью-йорк там как раз музей мадам тюссо открылся виртуальный аттракцион не для слабонервных это виртуальный квест по фильму охотники за привидениями создатели развлечения компания the void суть аттракционов том что посетители не просто надевают шлемы виртуальной реальности а еще и перемещаются в пространстве по большому лабиринту тому же на них надеты тактильные жилеты the void утверждает что уже 20 тысяч человек попробовали себя в роли охотников за привидениями некоторых с развлечения увезла скорая до смерти конечно никого не напугали но тем у кого плохо с сердцем или с нервишками лучше обходить аттракцион стороной это были все новости на сегодня пишите комментарии лайкайте подписывайтесь на канал а еще приходите к нам в клуб и испытайте хорроры виртуальной реальности на себе подробности под видео всем пока так же вы можете посмотреть наши предыдущие выпуски новостей не пропустите интересные распаковки гаджетов за последними новостями заходите к нам в социальные сети и подписывайтесь на наш youtube канал а и а и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»